В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Парк Опаренки пополняется новыми элементами для активного отдыха и спорта. Столы сделаны из, соответственно, литых материалов. Это антивандальные. В Ленинском городском округе проходит акция «Русская литература освобожденным территориям Украины». Мы собираем активно книги, люди с удовольствием приносят их, помогают. В основном в акции участвуют книги советской литературы, зарубежных авторов. В Расторгуевской библиотеке проходит выставка видновской художницы Натальи Кудрявцевой. Добрая традиция у нас собирать наши расторгуевские видновские таланты. Парк Опаренки, что расположен в центральной части Видного, был открыт совсем недавно. Но уже сегодня эта благоустроенная территория пользуется большой популярностью у жителей. С каждым днем этот уютный уголок городской инфраструктуры пополняется новыми элементами для активного отдыха и спорта. Подробности в нашем репортаже. Парк Опаренки – это комфортная городская территория для развития физической культуры и спорта. Летом и осенью поклонники северной ходьбы с удовольствием пользуются лыжной трассой протяженностью в 3,5 километра. А в рамках второго этапа благоустройства здесь появилась зона для настольных сражений. Несмотря на то, что это территория Гослисфонда, которая обладает определенной категорией ответственности по содержанию, по эксплуатации, это является и парком. Соответственно, мы должны соответствовать парковым стандартам Московской области. И потихонечку, соответственно, наш парк в этом плане наполняется теми элементами, которые жители Московской области привыкли видеть уже во всех парках. Столы сделаны из, соответственно, литых материалов. Это антивандальные, это ударопрочные материалы, которые традиционно используются во всей уличной парковой инфраструктуре. То есть здесь у нас однозначно гарантия больше трех лет. Самые популярные виды спорта среди любителей – это настольный теннис, шахматы и шашки. В парках часто можно встретить горожан, что азартно играют с друзьями на свежем воздухе. Здесь на открытом воздухе, в парке, в лесу. Я думаю, что это дополнительное преимущество. И в том плане, что они будут и дышать, и обогащаться, и развиваться. Во всему периметру парковой зоны запланированы и другие точки притяжения, которые также вошли в проект второго этапа благоустройства. Первой очередной важностью у нас все-таки довести до ума данный модуль. Это строение, которое стоит за моей спиной. Мы хотим сдать его к полноценной арене для того, чтобы запустить пункт проката спортивного таря, что в летний, что в зимний сезон, запустить кругодичное кафе, которое, в принципе, предусмотрено. Тем самым расширит спектр услуг данного парка на новые категории людей. В ближайшей перспективе обустройство современных пешеходных дорожек для передвижения посетителей с колясками и велосипедами. А также создание парковочного пространства у стадиона «Металлург». Это и многое другое позволит сделать опаринки еще более комфортным местом для отдыха и развлечения горожан. Тамара Абидова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе проходит акция «Русская литература. Освобожденным территорием Украины». В благотворительном мероприятии может принять участие любой желающий и принести в ближайшую библиотеку книги отечественных и зарубежных авторов, а также произведения, которые входят в школьную программу. Тему продолжим в нашем следующем сюжете. Библиотека поселка Дубровский присоединилась к акции «Русская литература. Освобожденным территорием Украины» еще в сентябре. Как рассказала заведующая учреждением Ольга Соловьева, за это время было собрано около 50 книг. Мы собираем активно книги. Люди с удовольствием приносят их, помогают. В основном в акции участвуют книги советской литературы, зарубежных авторов, детская классика, по школьной программе книги. Книги должны быть, конечно, в хорошем состоянии, нирванные и свежие. Собирать литературу помогают волонтеры из Центра культуры мечта. В основном это школьники в возрасте от 12 до 17 лет. У нас и ребята также московские принимают, которые здесь проживают, то есть и в Москве учатся. Ребята признаются, что с радостью принимают участие в различных благотворительных мероприятиях. В рамках акции школьники помогают людям старшего поколения и доставляют книги в библиотеку. Тут работает моя мама и, конечно, меня тоже заинтересовало это дело, я тоже захотел. Мы ездим на разные мероприятия, участвуем как в конкурсах различных. Мы просто люблю помогать людям, бескорыстно. Библиотеки принимают книги с произведениями, школьной программы, а также русскую и зарубежную классику. И только в хорошем состоянии. В принципе, принимаем все, потому что также есть букросин, который остается и существует в библиотеках. Ну а дальше я смотрю, что если по школьной программе в хорошем состоянии, то пойдет, конечно, в акцию. Если книги… Я же не могу отказать людям, понимаете, они приносят, и мы их берем в любом случае. Принять участие в акции, принести книги в ближайшую библиотеку может любой желающий. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Вид.НТВ. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали 19-летнего местного жителя. Подозреваемый в грабеже похитил более 23 тысячи долларов США. На допросе задержанный рассказал сотрудник УМВД свою версию произошедшего. Три дня назад я связался с двумя персонажами, которых в Телеграме, которых не знаю. Они мне сказали, что это человек. Они мне скинули четыре номера и сказали, что это все люди, которые украли деньги у нас. И что эти люди зарабатывают черным способом. Я позвонил первой, там была девушка в положении, ее не стал трогать. Второму парню позвонил, он на меня пытался вызвать полицию, говорит, что по этому номеру сейчас выйдет полиция. Видать, его тоже уже шваркнули. С одним гражданином из этого списка задержанный все-таки установил контакт. Предложил по выгодному курсу обменять валюту на рубли. Договорился о встрече на улице Завидной. В момент передачи выхватил деньги и скрылся. На это время этот человек мне брызгал на лицо, перцовый баллон брызгал и забрал у меня с рюкзака деньги, которые в пачках были, 23 тысячи 400 долларов. И убежал в сторону леса. Естественно, я не смог хорошо видеть, я за ним бежал, но недолго, но потом глаза не мог открыть. Он дальше убежал, скрыться, я его не нашел. Позже выяснилось, что в свертке, которые злоумышленник передал потерпевшему, были банкноты банка приколов. Пострадавший обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемого. При задержании при нем находилось только 5 тысяч долларов США и 300 тысяч рублей. По словам молодого человека, остальные средства он передал заказчикам преступление. Сейчас фигурант находится под стражей. «Мое вдохновение» – так называется выставка, открывшаяся недавно в Расторговской библиотеке. Ее автор – инженер-конструктор по образованию и художник по призванию – видновчанка Наталья Кудрявцева. Одними из первых с экспозицией познакомилась наша съемочная группа. По словам видновчанки Натальи Кудрявцевой, она практически родилась карандашом в руках. Сколько себя помнит, всегда что-то рисовала – то графику на бумаге, то красками на стенах. Но профессии свое увлечение делать не стала сознательно, чтобы оставаться вольным художником. Днем работала инженером-конструктором, свободное время занималась творчеством. А как вышла на пенсию, погрузилась в него с головой. Я ее писала кисточкой для ногтей. Меня так, как это называется, я созрела, что мне некогда было сходить за этими кистями. Ну а у художников есть такое поверье, если нарисуешь руки, нарисуешь все. Я этого раньше не знала. Но вот как бы подсознание мне это подсказало. Семь лет назад несколько картин Натальи уже украшали стены Расторгуевской библиотеки. И вот теперь новая выставка, более обширная. Экспозиция получилась очень душевная, по-домашнему уютная и автобиографическая. Добрая традиция у нас собирать наши Расторгуевские, видновские таланты. Человек настолько позитивный, настолько она коммуникабельная и радостная. Из нее вот прям лучится вот эта вот добрая энергия, которая вот и заряжена всей ее работой. Вот самобытнейший художник. Изумительная вот техника такая вот своеобразная. Вот эта девочка, она в интернате ходит. И мне ее прислала сестра старшая, говорит, Наташа, вот ты мне, говорит, детстве напоминаешь эту девочку. И у меня вот она как засела, а отец мой умел подковывать лошадей. И пока я не воплотила вот это в картине, меня уже не отпустит. С каждой картины связана своя интересная история. А это значит у нас в стиле дворовой живописи, что называется. Это я писала полностью по памяти, не было ни фотографий, ничего. Значит поспорила с мальчишками, что я с моста прыгну в реку. Вот. Если я прыгну, то им придется тоже прыгать. Ну я прыгнула и им пришлось прыгнуть. Наталья Кудрявцева в основном пишет маслом, но на выставке представлена и ее графика. Познакомиться с экспозицией можно до конца ноября в часы работы Расторгуевской библиотеки. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова